Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Сейчас вам покажу небольшие свои покупки канцелярские и сделаем выкраски с вами на вот эту вот гуашь. Также я попробую сделать акрил, вот такую вот выкраску. Интересно все-таки посмотреть, как это. И одна еще из моих покупчик была. Это набор с липким слоем, ну типа блок для записи плюс закладки. Ну вот такая вот милая, с единорожками. Был еще для мальчиков с машинами, вот поэтому... Короче, ну я единорожки взяла. Сейчас уберем ее. Давайте тогда, наверное, откроем вот эту вот гуашь. Она открывается, когда большие наборы, они открываются вот с этой вот стороны и вытаскиваются все по отдельности. Немножечко, конечно, это неудобно, но, наверное, придется искать что-то. Не могу вот контейнеров еще накупить нормально, потому что... А, она здесь вот как идет. А, ну тогда тут попроще, ладно. Я думаю, немножко по-другому будет. Ну, тут поломано. Такая вот палитра небольшая. Ну, как небольшая. Так. Не маленькая, а небольшая. 18 цветов. Еще была от Гаммы, по-моему, тоже аквари... Так, это у меня что это? Гуашь, вот. От Гаммы еще была гуашь, но она стоила 500 рублей. 24, по-моему, цвета. Я не стала. Думаю, возьму за 200 рублей луч обычную. Чего толку? Я же все равно так чисто на пробу. Может, вообще не понравится и не буду красить. Они, наверное, съем... Нет, не съемные. Просто крышечка открывается. Я думала, что они вытаскиваются отсюда, но ладно. Ну, в принципе, это тоже удобно. Не нужно каждую баночку по отдельности ставить. Взял и достал одну эту... В общем, одну часть, открыл и все. Так. Что ж, ну, давайте откроем первую самую. Не знаю, нормально будет или нет. Ее, конечно, по-хорошему перемешивать, потому что она все-таки застоявшаяся немножечко. Гуашь. Неудобно открывать. Видимо, при транспортировке все равно как-то неправильно кладут, что такие вот получаются неаккуратные вещи. Вот тут с водой она. Видите, как идет? Я приготовила кисть, но кисть, конечно, у меня тонкая. И, скорее всего, она для гуаши не подойдет, возможно. Но посмотрим тут как. Я не буду с водой разбавлять. Я просто буду брать цвет, макать и закрашивать. Вот. Давайте попробуем. Ну, белый как бы смысла, наверное, нет. Но попробуем. Перемешивать тоже не буду. Ну, зато белый хотя бы видно на бумаге, как есть. Вот кисть, наверное, все-таки эта сюда не подходит под гуашь. Хотя, если приноровиться, то, может быть, и нормально будет. Вот так вот получается. Так, наверное, нужно салфеточку нам лучше, чтобы цвет основной выбирать. Воду я тоже с собой не принесла. Так, давайте желтую теперь попробуем. Что у нас тут желтый обещает. Ну, обычные, стандартные цвета. Я даже думаю, что смысла нету их выкрашивать. Наверное, я сейчас пойду по самым таким более интересным расцветкам. Ну, как-то так получается. Не знаю. Если есть советы или, знаете, какие-то уроки, как гуаши рисовать, ну, может, там где-то кто-то советует хорошо, то можете мне маякнуть в комментариях. Я с удовольствием пойду и посмотрю. Так, ну, давайте я оранжевый и зеленый пропущу. Я думаю, стандартные цвета не будем экспериментировать с ними. Возьмем вот этот вот цвет яркий. Я даже не знаю, ну, малиновый, наверное, где-то как-то так. Хотя для малиной темноватый немножечко. Так, если вот так вот закрашивать, да, полосы видно. Но это как-то более, по крайней мере, аккуратно, нежели, как я обычно закрашиваю. Не умею я вот еще пока с этим не училась, не смотрела, не интересовалась толком по гуаши ничем. Но имею у себя ее в наличии, да. Кто-то, может, скажет, смысл покупать. Да вот, ну, хочется. Захожу в магазин, вижу. Если есть у меня деньги, почему бы не зайти и не взять, как бы. Я не бедствую, так скажем, да, в общем-то, финансы имею. Ну, есть свои трудности тоже финансовые, но, однако, как-то с ними пока что удается справляться. Если дальше будет тяжко, то, естественно, и от покупок придется отказаться. А пока все нормально, есть возможность, покупаю. Не вижу в этом ничего страшного. Вот. Я тоже как бы не миллионер. Может, многие скажут, типа, богатенькая. Нет, это неправда. Некоторые считают, что если ты себе позволяешь что-то лишнее купить, значит, ты богатый человек. Ну, я бы так не сказала, знаете. Так, здесь тоже белый, получается, есть цвет, но он немножечко, наверное, другой. Вот если сравнить. Да, здесь более темные, вот эти более такие светлые. Сейчас посмотрим, откроем. Все равно ради интереса. Да и зеленый, в принципе, похож. Как-то не похожи палитры. Ну, белый, я думаю, лишний не будет, если я буду часто ее использовать. Попробуем вот этот. Вот он, наверное, как бы алый, вроде как оранзевый, но при этом красный. Ну, по факту это красный. Такой яркий. Не знаю уж, алый или не алый. Так вот, получается. Ну, можно, в принципе, под толщий слой делать. Тогда, наверное, вот этой вот полосистости не будет. Да, вот я так, так как я все-таки не умею особо красить, да, то мне, конечно, было бы хорошо толстый, видимо, слой делать, чтобы полосы были слабенькие и их было незаметно, да, чтобы не плешивило, чтобы цвет не плешивил. Вообще не знаю, как бы разводят гуашь с водой или не стоит этого делать. Лучше просто ее наносить, не знаю. Ну, наверное, в каких-то местах стоит, а в каких-то, видимо, не стоит. Ну, ладно, давайте стандартный черный попробуем тоже прокрасить. Чушь. Да, смотрим, посмотрим. Все равно у черного свои тоже оттенки имеются. Да, вот черным хорошо закрашивать и полос будет не видно, как бы, в принципе, да, можно попробовать. Я знаю, многие девочки любят и гуаши черный фон делать, и акрилом черный фон делать. Вот сейчас как раз еще и с акрилом сравним. Так, с этой палитрой, я думаю, хватит, не будем полностью все выкрашивать. Еще в этом ролике я вставлю выкраски и сравнение двух наборов карандашей от Faber Castell Albrecht Dürer и Gold Faber. Сравню, точнее, я уже сравнивала, просто с влогом склеить не получилось, поэтому, наверное, здесь в покупках это... Ой, извиняюсь, в покупках это сделаю, потому что, ну, вот, проблема у меня с монтажом роликов. Ну, вот тут уже такие нестандартные цвета, так скажем, да, хотя, наверное, оранжевый, просто разные оттенки оранжевого как бы здесь добавили везде, и все. Так, ну, давайте вот этот яркий красный, он будет, скорее всего, с розоватым оттенком, да, даже бы я не знаю, как его назвать, но это точно не малиновый. Кстати, вот красный, вот этот тоже хорошо наносится в плане, что если толстым слоем, наверное, то не будет плешивить цвет. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас еще подсохнет, может, станет лучше. Посмотрим. Давайте этот изумрудный зеленый протестим. И вот изумрудный, конечно, красивый. Да, в общем-то, можно было набор целый и не покупать, в принципе. Больше, наверное, гуашь я и не буду трогать в магазинах, смотреть, потому что не вижу смысла. У меня, в принципе, достаточное количество гуаши. На, вот, красиво получается, все нормально, в принципе. Уже примерно понимаю, как работать с гуашью. именно без размытия, да, без добавления воды. Так, давайте теперь этот темный синий посмотрим. Точнее, не темный синий, это яркий просто синий. Даже обычный, наверное, стандартный синий цвет. Нужно кисть еще подобрать, конечно, вот с кистями. Если есть какие-то советы, то посоветуйте, какие лучше купить кисти для гуаши, а какие лучше кисти для акварели. Ну, вот я говорю, толстым слоем у меня хорошо получается накладывать цвет. Вот так это назову. Неплохо получается. Ну, давайте коричневый. Я вообще обожаю коричневые цвета. В карандашах особенно. Сейчас вот себе назаказывала еще карандашей. Все уже, все оттенки коричневого добавила в заказ, потому что коричневый я люблю. Я люблю разные расцветки, разные оттенки применять на раскрашивание деревьев именно коричневого цвета. Ну, вот этот красивый, шоколадный получается. Цвет симпатичненький. Ну, я даже не знаю, есть ли смысл вот эти вот остальные. Ну, давайте еще один последний, вот этот протестив. И посмотрим. Мне все-таки интересно. Может, кому-то это тоже будет интересно. Некоторые любят смотреть такие влоги. Так что, возможно, кому-то буду интересно. Да, кисть, конечно, не вау. Для себя, наверное, все-таки мне удобнее синтетику. она так не, как-то сказать-то, у нее так не торчат все эти ой, гусики, хотела сказать. В общем, сама кисть не распушается так быстро. То есть, когда синтетика, она со временем только начинает распушаться. А вот такие кисти, они постоянно, у них один волосок туда торчит, другой волосок в другую сторону торчит. как-то так. Ну, неплохо, в принципе, нормально, удобно. Я даже в коробку их обратно ставить не буду. Пусть так они и лежат. Вот, давайте, теперь я выкрашу акрил. Все-таки посмотрю, как же все-таки красит акрил. Мне это интересно. Я его еще не тестила. Это мне в подарок приходил от магазина Etude Side. Здесь палитра из шести цветов я уже показывала. Так, ну, мы однозначно изумрудные, однозначно черный протестим, белый я не буду трогать, синий протестим и красный, желтый я тоже не буду. Стандартный желтый цвет не вижу смысла его тестить. Так, давайте чуть-чуть уберу это в сторону, открою. Первый цвет такой вот он. Я даже, наверное, с крышечки возьму. Здесь тоже достаточно хорошее количество его. Но он такой прям как похож на гуашь, но чувствуется, что другая консистенция. Сейчас посмотрим, как он в неразбавленном виде рисует. Ой, классно. Акрил мне уже, в принципе, нравится. Возможно, даже мне будет удобнее им делать фоны, чем как его, чем акварель, ой, гуашью и акварелью. Кто знает? Потому что, знаете, для кого-то что-то одно, да, кому-то гуашь не нравится, кому-то не нравится, как он называется, как он называется, вылетел из головы. Кому-то не нравится гуашь, кому-то не нравится, хочу сказать, акрил. Думаю об акриле, и в голову лезет это акварель. Вот, поэтому тут все, видимо, на любителя. Акрил меня прикольнул сейчас на данный момент. Ну, конечно, в работе будет понятен какой-то, какие-то сложности с акрилом, да. Посмотрим. Сейчас я зелененький нанесу этот изумрудный. Взяла его с крышечки. Как раз рядом с зеленым, но это посветлее цвет. От гуаши у меня потемнее был. Вот тут действительно изумрудный зеленый. Красивый цвет. Даже, наверное, разбавлять не буду. Мне кажется, вот без разбавления акрил хорошо ложится достаточно. Мне нравится. Так, ну вот у этого акрила, возможно, у гуаши точно матовые эффекты. А вот у акрила, наверное, все-таки... Хотя нет, высыхает, но глянцевый. Он как бы такой матово-глянцевый получается эффект. Я не знаю, там на камеру вам это видно или нет, но мне это заметно. Так, сейчас еще два цвета осталось протестить. Посмотрим. Так, давайте черный я про... Затест черного сделаю. Но он такой, какой-то коричневатый. Черный, не прям темный цвет. Я бы его даже, наверное, сепией назвала или коричневым, но красивый. Вот я бы фон такой тоже хотела где-нибудь сделать. Черненький. Даже много нанесла на кисть. Что случилось? Мау. Вот так вот получается. Ну, тоже достаточно глубокий черный, но немножечко видно оттенок. Я не знаю, на камеру вам будет это заметно или нет. Где там. Но он, если сравнить вот с этим черным, то он немножечко посветлее. Такой. Это как, типа, глубокий черный и синий. И даже и синий, и черный, наверное, что ли, я бы его назвала. Это просто обычный черный. Так, и сейчас мы еще красненький последний алый затестим. Вот такая получилась у меня выкрасочка, палитра такая. Ну, понятное дело, что она не вся. Ну, что ж, сейчас посмотрим, акрил подсох или нет. Я так понимаю, что Акаилу нужно больше времени, чем гуаши, чтобы подсохнуть, потому что гуашь, допустим, здесь вся уже высохла. Так, а акрил, допустим, тот же самый первый синий цвет, он до сих пор еще сохнет. Вот, но матовый эффект больше у гуаши, чем у акрила. У акрила такой более глянцевый, но я знаю, по-моему, что и акрилу можно придать и глянцевый, и матовый цвет. Я как-то видела в магазине, когда ходила в канцелярский. Так, давайте посмотрим. Бумага у меня 100 граммовка или даже 120 грамм. Здесь ничего не протекло. Немножечко просвечивает, но прям совсем не критично. Но, опять же, это был толстый слой. Поэтому в некоторые раскраски можно будет спокойно применять. и это у меня есть плотные раскраски. Поэтому, в принципе, можно спокойно использовать. Я поняла примерно, как лучше этими средствами раскрашивать. Поэтому, как-то так. Ну и в следующей части, дальше в продолжении ролика я вам сделаю сравнение Gold Faber и Albrecht Dürer и также расскажу про их стоимость, сравню стоимость акварельных карандашей. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной, и я скоро к вам верну. Я отобрала одинаковые по нумерации и по факту они как бы одинаковые по цвету. Ну давайте я в кадре сейчас это вам покажу. 10 Albrecht Dürer и 10 Faber Castell Gold Faber Aqua. Ну и сами можете, нет, вы не можете пока что видеть. Вот, теперь вы можете видеть вот такую вот картину, что по цвету они, в общем-то, идентичны. ну сейчас предпосмотрим при размытии как это будет. Да, немножечко здесь поярче указаны расцветки некоторые, это заметно, но не сильно, то есть на камеру вам может быть даже будет этого вообще не видно, но в глаза это бросается немножечко. Ну это как бы ерунда, мне кажется. Так, ну и сейчас будем делать на листочке выкрасочку и сравнивать эти цвета. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Вот такая вот получилась выкраска сейчас на данный момент. И сейчас мы ее с вами будем размывать. Мы начнем с нижних расцветок, скорее всего. Так, я немножечко тут зарядку успеваю, поэтому может трясти. Кисточка смочена хорошо. Я убрала, я говорила до этого в ролике, что убрала там одну штучку, и она позволяет кисточке намокать лучше. Так, ну слушайте, теперь получается, либо я наслоила больше нижний карандаш, голдфабер и нижний у нас идут, либо все-таки и при размытии цвет отличается. Давайте дальше посмотрим. А, ну тут я просто на одном месте вбиваю, грубо говоря, цвет. Ну нет, вот у Альбертс Дюрер они размываются более обширно. То есть у голдфаберов впитываемость сразу идет в бумагу, и это придает им какую-то насыщенность. А у дюреров, у них получается, они размываются более, по площади больше. Это вот можно видеть сразу. То есть это тоже, наверное, от состава карандаша как-то зависит, что одни карандаши сразу впитываются как бы в бумагу. Тут точно не от кисточки и не от воды зависит это. А другие карандаши, получается, что, вот видите, размываются по большей площади бумаги. Ну, в принципе, как бы я сравню еще цену и посмотрим. Надо было заранее сравнить, я что-то как-то об этом не подумала. Поэтому у меня, значит, это все-таки особенность карандашей, потому что, помните, я, ну кто смотрел ролик с «В мир Эдгара По», я раскрашивала иллюстрацию, и там у меня очень быстро впитывалась в бумагу краска, ну, карандаши, что я не успевала их размывать. И это поспособствовало проблеме в работе, так скажем, и испортило немного рисунок. Так. Ну, в общем, сами все можете видеть. Вроде за кадр там я не ухожу. Вот так вот все получается. Ну, наслаивания нет, наслаивания все-таки здесь у меня практически идентично. Да, видите, сразу больше размывается. Цвета. Вот красный красивый цвет получается у голдфаберов. Это голдфаберы с нижней, нижний ряд, если кто-то забыл. Диорер верхний, и вот он более розовый получился цвет. Дети у меня крикуны. Так. Последний у нас уже один цвет остался. Синенький. А что, блин, можно было не делать этого? Ну, вот так вот получается. У меня даже дальше уже нету площади, чтобы размыть синий цвет. Вот так вот это все получилось. Ну, давайте я вам приближу, покажу. Может, вы увидите разницу, может быть, не увидите разницу. Не значительная, но она все-таки присутствует. Прямо вот вообще, знаете, минимальная разница. Но, опять же, повторюсь, да, то, что голдфаберы, они впитываются в бумагу быстро, сразу. То есть цвет при размытии, наверное, это будет, скорее всего, минусом. На некоторые бумаги, получается, вы будете не успевать размывать карандаш, и он будет сразу впитываться, и из-за этого будет больше полосить карандаш. Это мое такое мнение, вот, нежели чем Faber-Castell Dürer, которые акварельные. Они, получается, не впитываются в бумагу, быстро они впитываются, и их вы можете успеть размыть более, опять я забываю, по большей площади, так, получится у вас их размыть. Ну, и осталось только сравнить все это в ценовой категории. Ну, что ж, я выписала цены. Единственное, что лиру я не нашла 48 цветов наборную, его и нету. Есть 72, вот, стоит он 7000, и я вам так скажу, я не вижу смысла переплачивать. За GoldFaber и Dürer, что я могу сказать? Конечно же, GoldFaber дешевле, 48 штук, ну, у них самый большой набор, это 48 штук, больше нету набора. Стоит 4014, без скидки. 36 штук стоит 3,130, и 24 штуки стоят 2016 рублей. Альбрест и Дюрер стоят 48, это 10,290. 36 цветов, это 4,990 в металлической упаковке. А, нет, наоборот, в металлической упаковке дешевле обойдутся карандаши, они будут стоить 4,590. Ну, и 24 штуки стоят 3,190. Ну, в общем, ну, это я смотрела только на одном сайте, возможно, цена еще будет как-то варьироваться немножечко, но в основном все примерно одинаково стоит, причем даже на Озон и на Валдберрис дороже, чем на Этюд-сайте, допустим, да. Бывает, но есть какой-то набор, который, наоборот, дороже на Озон или на Валдберрис, нежели на Этюд-сайте. Но это будет касаться всего лишь одного набора, не больше. Потому что я уже, знаете, сколько этих цен проверяла, смотрела, где подешевле, выгоднее купить. Ну, в общем-то, смотрите сами. Вывод какой. Голдфаберы впитываются очень быстро в бумагу, поэтому при размытии будет сложность, они начнут быстро впитываться, и вы не успеете размыть правильно, да, карандаш. Это где-то какой-то будет минус. Может быть, для кто-то приноровиться кому-то это будет удобно, для кого-то это, скорее всего, будет неудобно. Но по итогу я считаю, что смысла переплачивать нет. Единственное, что да, у Альбрис Тюрер больше цветов, есть 120 набор карандашей, но по факту можно купить большой набор Голдфаберов и докупить к ним еще несколько карандашей от Альбрис Тюрер. Ну, в общем-то, каждый сам уже для себя выберет. Конечно же, Голдфабер по качеству немножечко похуже, но практически такие же, как Дюреры. Поэтому выбор, конечно, за вами, но я поняла, что, в общем-то, можно не переплачивать. У меня набор 36 цветов у Голдфаберов, в принципе, ну, поэтому, как бы, я теперь только поштучно буду Дюреры дозаказывать, и, наверное, все, набором брать не буду. Вот, ну, единственное, что если начну быстро заканчиваться карандаши, то я докупить могу, в принципе, за 4000 потом себе Голдфабере 48 штук. Вот, как-то так. Ну, либо поштучно уже докупать, чтобы не уйти в минус, так скажем, да. Не вижу смысла переплачивать. Лира своих денег, могу сказать, 100% не стоит. Проще купить Голдфаберы, чем купить Лиру. Да, у них больше цветов, но оно вам нужно? Вот такой вот вопрос. Реально, в принципе, 48 Голдфабер купил за, в принципе, приемлемую стоимость, а если еще по скидке где-то, то можно за 3000 найти, там, ну, около 4000 будет стоить, да, немножечко дешевле. Если есть какие-то бонусы, опять же, вы их выгоднее приобретете, да. Поэтому я считаю, что в целях экономии Голдфабер, конечно же, будет лучше, чем Альбрест Дюрер и Лира. Но Альбрест Дюрер, господи, я уже устала говорить эту фразу, по качеству, конечно же, выигрывает, ну, выигрывает перед всеми этими тремя видами карандашей. Вот. Ну что ж, все, я буду завершать, наконец-то, этот хобби-влог. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно было послушать такую информацию. Ну все, всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч! Продолжение следует...